Это я уже работал не на радио, это я уже работал в милиции. А в милиции жизнь показала мне другую сторону свою, не ту, которую нам преподавали на факультете журналистики. И я об этом не жалею. Позвонили мне в отдел половине первого, женщина кричит «Скорей и ночи беда!» Работа у нас тихая, только временами нервная. Взял с собой я фонарик и пошел туда. Захожу в квартиру я, пресвятая дева, на кровать пич лежит страшно посмотреть. Псмотрел направо я, посмотрел налево, и решение принял счастью помереть. Я его за ворт раз, чтобы он проснулся, призвонил спиной к стеи по морде «Пах!». Он чуть-чуть открыл глаза, тихо улыбнулся, и когда с ним между ног, извините, «Пах!». В тот проклятый день мужик был, видать, в ударе. Он на мне стоял, ходил и, кажется, сидел. Помирая, вспомнил я, что в руке фонарик, и врезал между глаз ему, как раз куда хотел. Утром захожу к нему, прямо в отрезвитель, говорю, теперь сиди и ковыряй к носу. За поломанный фонарик, за приватый китиль, за сопротивление власти попадешь под сумму. А может мне, говорит, дурачок безмозглый, мол, не хуже, давай я, о, ходик знаю я. Ты беги за пузырём, ты дуй, пока не поздно. При высшении власти знаешь, что же есть танье? Ты мне первый вор дровал, что неправда разве? Первый вмазал по соплям, может, скажешь нет. А может ты с моей женою в неприличной связи, баба какнула тебе, и большой привет. Поглядел я на меча, правда, врёт скотина. Гланс бабы его, я как согрешил. Напоил я в тот же вечер сумкиного сына, а мне потом тайком от жены сошил.